Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, как заработать на творчестве, а конкретно на книжной иллюстрации. Никак! Всем спасибо за внимание и всем пока! Шучу, конечно, это не все видео, но вы однозначно прослушали краткое его содержание. Это супер популярная тема, потому что люди любят рисовать. И в конце концов, рисуя, они понимают, что можно совмещать приятное с полезным и зарабатывать на рисовании. И тогда возникает вопрос, можно ли на этом заработать? И если можно, то сколько? Меня очень часто спрашивают, сколько я зарабатываю и можно ли на эти деньги прожить. Я долго молчала, но сегодня я решила высказаться. А вдохновил меня на этот фестиваль Non-Fiction, о котором я уже рассказывала. Это фестиваль книги, на котором вы не только можете познакомиться с различными издательствами, но и встретиться с писателями и иллюстраторами со всего мира и поговорить с ними, задать им свои вопросы. Я хожу туда почти каждый год, но в этом году он породил у меня какие-то депрессивные мысли. Сегодня мы будем говорить именно о книжной иллюстрации, потому что многие мечтают именно об этом, работать именно в этой сфере. Вот все то, что я сегодня скажу, это только мое мнение. То, как я вижу на данный момент эту ситуацию. Если у вас другое мнение, другой опыт, обязательно поделитесь этим в комментариях. И я в этом видео, я как никогда в других видео, хочу, чтобы вы не согласились с моим мнением и поспорили с ним, потому что это будет означать, что все не так уж и плохо на самом деле. Сколько платят? Моя основная мысль заключается в том, что успех человека, как творца, как иллюстратора, не всегда связан с его финансовым успехом. А точнее, если говорить конкретно о России, то эти две вещи совсем не связаны. То есть ты можешь быть удивительным художником, с уникальным стилем, с богатым портфолио, с богатым опытом. На твоих книгах могут вырасти целые поколения, там, тысячи детей, и тебя будут эти дети боготворить и любить твои иллюстрации. Но ты будешь зарабатывать меньше, чем средненький айтишник, который не хватает звезд с неба. Вот ты даже можешь в учебник какой-нибудь войти, а тебе могут в лекциях упоминать. Но вот никому вообще неизвестный айтишник в начале своей карьеры будет зарабатывать больше тебя в разы. То есть нет абсолютно никакой финансовой мотивации для того, чтобы становиться иллюстратором. Для этого должна быть другая мотивация. Например, вам это очень нравится, вы без этого жить не можете, иллюстрация для вас это смысл жизни. Я допускаю, что рисованием можно зарабатывать на жизнь огромные деньги. Но если сравнивать с процентом людей, которые добиваются финансовых успехов в других профессиях, то этот процент гораздо выше. Иллюстрация это один из самых сложных путей к богатству. Самое интересное то, что на этом фестивале есть программа для иллюстраторов, и она включает в себя лекции, которые идут весь день. Эти лекции собирают целый зал интересующихся иллюстраторов, которых никто не знает и никогда не узнает. Вот так у нас много интересующихся иллюстраторов. Еще один интересный момент. Сейчас у нас очень много школ иллюстраторов, в которых преподают иллюстраторы. Что само по себе должно натолкнуть на мысль, что одной иллюстрации сыт не будешь. Если бы человека, его финансовые потребности полностью покрывала иллюстрация, стал бы он идти преподавать. Что касается лично меня, я тоже имею несколько источников дохода, и мне не хватает того, что я получаю от рисования. Если бы мне хватало тех денег, которые я получаю от рисования, я бы не искала других источников заработка. Вы можете говорить, что я просто сужу по себе, но я, к сожалению, не имею других точек отсчета. Да, только по себе и сужу действительно. И вот люди учатся на курсах иллюстрации, выучиваются и идут учить других людей иллюстрации. Вот такой круговорот иллюстраторов в природе. Легче найти людей, которые хотят учиться у тебя иллюстрации, чем заказчика на твою иллюстрацию. Учиться иллюстрации действительно очень интересно, и общение с единомышленниками, оно очень подзаряжает. И люди, когда выходят с этих курсов, они выходят с ощущением, что они могут свернуть горы. Ну, поэтому спрос на эти занятия с каждым годом только растет и растет. Иллюстраторов у нас все больше и больше. Скоро на одного заказчика будет приходиться сотня иллюстраторов. Да, эту ситуацию, в принципе, можно и сейчас наблюдать уже воочию. Если хотите, можете посетить сайт иллюстратор.ру, раздел «Работа». И там вы увидите, как художники, как рыбки на хлебушек всплываются, вот даже на самый завалящий заказчик. Их так много, и они все дерутся из-за этого хлебушка. Заказчики, естественно, этим пользуются, занижают цены, устраивают конкурсы, получают множество бесплатных работ на выбор. Выбирают какую-то одну и платят только за нее. Это, в принципе, символическая цена. А все остальные остаются ждать нового заказика. Бесправность книжных иллюстраторов тоже зашкаливает. Известные издательства не очураются тем, чтобы обманывать художников. То есть у издательства «Милый инстаграм», в котором каждый день публикуются такие мудрые, такие ламповые, теплые посты. Но при этом это же издательство может обмануть детского иллюстратора, не заплатить ему денег, зная, что иллюстратор живет на эти маленькие-маленькие копеечки. Это его хлеб. И знаете, вот издательства ничего не боятся. Вот мне кажется, потому что в России как-то не работает институт репутации. И даже если неприятная правда всплывет, желающие работать все равно найдутся. Художников много, только свистни, сразу набегут. Для большинства художников вопрос даже не в том, чтобы заработать, а в том, чтобы просто как-то себя проявить, получить опыт. Вот просто поработать. Если даже это не принесет денег, ничего страшного. Главное, получить заказ. Большинство иллюстраторов согласятся на работу, которая плохо или вообще не оплачивается, в случае, если творческая задача будет ему интересна. На самом деле издательств у нас довольно много. Но вот некоторые из них, например, работают только с переводами иностранной литературы. И они, соответственно, покупают права на использование оригинальных иностранных иллюстраций. А потом, тут еще один интересный момент, те стили, которые востребованы у издательств. Если мы говорим об иллюстрации, это по понятным причинам в основном детская литература. Издательства заинтересованы в первую очередь в прибыли. Это не благотворительные организации. Поэтому иллюстратор и его стиль должен соответствовать требованиям потребителя. Поэтому художник должен понравиться в первую очередь даже не ребенку, а родителю, кто будет покупать книгу с этими иллюстрациями. Еще один момент. Книги, представляете себе, покупают не только в Москве и Петербурге. Россия огромная страна, и она не состоит из двух столиц. В основном она состоит из совсем других городов. И в основном рынок книги находится в регионах. Получается, что целевая аудитория иллюстратора, которой он должен понравиться, это взрослый человек из регионов. Иллюстратор должен понять, какие вкусы сейчас имеют люди в самых таких маленьких обычных городках нашей страны. Вот что они будут покупать? Это те вопросы, которые должен себе задавать трезвомыслящий иллюстратор, который хочет, чтобы его книги с его иллюстрациями продавались. Вот насколько я со своим стилем вписываюсь в этот жестокий рынок. Журналы. С журнальной иллюстрацией, как мне кажется, дела обстоят еще более грустно, потому что журналов у нас не такое уж и большое количество. И в основном они все-таки используют для иллюстрации статей фото. Журналы, которые публикуют именно иллюстрации, их можно пересчитать по пальцам. Если вы хотите стать постоянным художником для такого журнала, то будьте уверены, что это место уже занято. Вот такие на сегодня мои мысли о том, как все-таки тяжело работать книжным или журнальным иллюстратором на сегодняшний момент. Надеюсь, я вас не сильно расстроила, не сильно испортила вам настроение. Не расстраивайтесь. Есть еще много всяких способов, как заработать деньги, кроме того, чтобы работать книжным иллюстратором. Или, возможно, кто-то из вас знает, как заработать на книжной иллюстрации. Пишите обязательно об этом в комментариях. Может быть, есть какой-то секрет, я его не знаю. Всем, кто досмотрел до конца, огромное спасибо и всем пока! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok